Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Валерий Блюменкранц предложил своей невесте провести выходные вместе с его дочкой Беатрис и первой женой. Левченко и тата Блюменкранц стали подругами. Они прогулялись по Москве и наладили отношения. Блюменкранца за периметр одного теперь не отпускают даже к дочке. Аня рассказала журналистам Дома 2, что любит маленькую дочь Валерой и относится к ней с трепетом, как к маленькой принцессе. Анна утверждает, что она девушка не глупая и все понимает. Поэтому приняла ребенка любимого мужчины и в будущем, как уже говорила тата, их дети будут дружить. Левченко хочет, чтобы Блюменкранц больше виделся со своей дочерью. Ревности у Анны больше нет. Конечно, сейчас такой момент, когда Левченко выгодно наладить отношения с татой. Идет конкурс свадьбы на миллион на Доме 2. Валера и Аня выбрали обручальные кольца. Причем не в магазине, а в офисе на диване. Свадебное платье тоже подготовлено. Костюм куплен пара отправилась в путешествие по городам России. В ближайшее время участникам будет не до семейных разборок. А потом, сможет ли Левченко сохранить хорошее отношение с татой? Как долго продлится эта идиллия, скоро узнаем. Возвращение Савкина и Колесникова на проект ознаменовалось крупным скандалом. В анонсе будущего эфира влюбленные выясняли отношения не только между собой, но и подключили к своим разборкам Ольгу Бузову. Более того, ведущей даже пришлось разнимать драку. На тет-а-тете Ольга попыталась выяснить, что же так не устраивает партнеров друг в друге. Правда, явно не ожидала, что разговоры на эту тему и, казалось бы, банальные просьбы Максима вызовут у Алены такую агрессию. Сама девушка убеждена, все сказанное бойфрендом – наглая ложь. Одна фраза и Савкина бросилась в драку. Правда, если поначалу Колесников еще пытался удерживать вспыльчивую сожительницу, то в конечном итоге и сам вышел из себя. Максима до глубины души задели слова о том, что Алена его больше не любит, после чего начал распускать руки. Анастасия Голд с трудом приходит в себя после операции. В эфирах за буквально рыдающей от боли девушкой вынужден ухаживать Илья Яббаров. Кроме того, ранее сама Настя уже говорила о том, что операция была ошибкой, хотя бы потому, что ее новый нос выглядит ужасно. Вероятно, Настя уже смирилась и теперь к своему преображению она относится не так критично. Накануне девушка показала, как выглядит ее новый нос и попросила фолловеров быть благосклонными. Настя напомнила, после операции прошло всего 10 дней и совсем скоро ее внешний вид изменится к лучшему. В то, что это действительно случится, верят лишь единицы. Нос Анастасии уже сравнили с картошкой, более того, недоброжелатели нисколько не сомневаются. Теперь избранница Ябарова будет вынуждена мириться со своим изуродованным лицом до новой пластики. Правда, и она вряд ли что-то исправит. Саша Черно не смогла родить сама. Организм так и не проявил должного рвения. Несмотря на частые рассуждения Саши о том, что беременности рода для полных женщин не труднее, чем для худых и никаких осложнений не будет. Однако, несмотря на то, что схватки у нее все-таки начались, шейка матки так и не раскрылась. Так что пришлось готовить ее к операции. Всю ночь Иосиф Аганесян провел в палате возле жены. Врачи предлагали им поспать и отдохнуть, но, как пояснил будущий папочка, они очень волновались и из-за нервов не могли расслабиться. Ночь прошла спокойно. Нам сказали выспаться, но у нас не получилось, потому что мы переживали. А когда эмоции зашкаливают, невозможно уснуть физически. Все, слава богу, хорошо. Настраиваем себя на позитивный лад. Как будет дальше, покажет только время, заверил Аганесян. Вчера поздно вечером Черно пожаловалась с поклонником, что у нее не начинаются схватки. Врачи запланировали операцию на 8 часов утра, если схватки так и не начнутся. Но утром схватки все-таки появились, вот только шейка матки все равно не раскрывалась. Тогда было решено отправить Черно на операцию, чтобы сделать кесарево сечение. Уже сегодня Саша и Иосиф Аганесян стали родителями долгожданного первенца. Давайте вместе поздравим молодых маму и папу. Пишите комментарии. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок Максим Колесников рассказал участникам и ведущей Ольге Орловой, из-за чего в его паре с Аленой Савкиной постоянно происходят конфликты. По словам парня, он слишком ревнив. Во Владивостоке одна из тычек произошла, потому что Алена на улице посматривала в сторону других мужчин, а в ночном клубе ее обнимал поклонник, попросивший сделать фотографию на память. Такое поведение не нравится Максу, и он ждет предательства от Савкиной. Ольга Орлова посоветовала Колесникову в вечернем эфире успокоиться и не переносить переживания из прошлого в настоящее. То, что в детстве от Максима дважды отказывались приемные родители, вовсе не означает, что его предаст любимая женщина. Но Колесников так не считает. Он пожил с Аленой на поляне, 17 дней отпуска провел за периметром и понял, что не соответствует ее требованиям и не может удовлетворить все потребности звезды Дома 2. К такому же выводу пришел Колесников. Нет, с проекта он не уходит, новую работу не ищет. Он решил направить все свои силы на самореализацию. И тем более, что парень не отказывается от Алены. Как уже писали на шлоке, это она устала от отношений и проекта и рвется за ворота. Максиму всего 21 год. О какой самореализации и росте можно говорить, если тот же Захар Саленко признает, что зря тратит время на Доме 2. Лишь ведущие и некоторые новые участники верят, что на телестройке можно развиваться, а не деградировать. А остальные давно разочаровались в этом месте и просто зарабатывают деньги. Вот уже больше месяца, как в сети гуляют слухи об увольнении Антона Бекушева. Якобы экс-шеф-редактор Дома 2 не справился со своими обязанностями ведущего, после чего руководство приняло решение о замене. Увольнением Бекушева многие объясняли разговоры о кастинге на вакантное место ведущего. Кроме того, с этим связывали появление в эфирах в новом для себя статусе Майи Донцовой и Алексея Купина. А вот неделю назад сплетники и вовсе отправили Антона обратно в Россию. Бекушев не выдержал пересудов за спиной и сам расставил все точки над им. По словам Антона, он редко комментирует сплетни, однако на этот раз и его нервы не выдержали. Как уверяет молодой человек, об его уходе с Дома 2 или отлете с Сейшел речи не идет. Напротив, Антон признался, что любит проект так, что просто не в силах с ним расстаться. В прошлом Курбан Амаров уже был уличен в изменах и, судя по всплывшей в сети информации, вновь взялся за старое. Правда, теперь цель Курбана не гульнуть на стороне, а порвать с надоевшей женой. О связи с российским бизнесменом сообщила сербская модель Сараи Вучелич. Девушка утверждает, развод Амарова с Ксенией Бородиной вопрос решенный, тем более, что и раньше мужчина жил в семье только ради детей. А вот теперь Курбан якобы настроен решительно и уже сделал предложение новой возлюбленной. Ни Бородина, ни ее супруг пока никак не прокомментировали слухов гуляющих по сети. Напротив, пара публикует семейные фото и выглядит вполне счастливой. Не исключено, что все это делается лишь для отвода глаз. Впрочем, врать может и модель, захотевшая дешевого пиара. В одном из последних эфиров Юля Ощеглова попыталась наброситься на Алину Галимову с кулаками. Она даже хотела швырнуть в коллегу кокосом, но все закончилось тем, что в Настю Сетевят прилетела подушка. По мнению Юли, Алина распускает о ней сплетни в инстаграме, когда отвечает на вопросы фолловеров о том, что же случилось между девушками. Конфликт тянется с того времени, как Юля была уверена, что Алина ей подастся и не будет бороться в одном из этапов конкурса. Алина утверждала, что ничего не обещала, поэтому не понимает претензий. Да и вообще, она дралась аккуратно, даже уложила Юлю на свою руку, чтобы смягчить падение. И сожалеет, что так делала, раз Щеглова ее оскорбляет. Щеглова как-то-то нарвется. Такая мелкая, такая злобная. Дождется от Галимовой ответку, считают зрители. Стоит отметить, что Алина не слишком высокого мнения про семейную жизнь соседей, чего и не скрывает. Такие обсуждения очень не нравятся Юле, которая, по словам Алины, позиционирует себя счастливой супругой, чего совсем незаметно. Даже в момент победы Игоря Русанова она вместо того, чтобы поздравить мужа, показала средний палец Алине. Юля оправдала свою выходку эмоциями, хотя на самом деле она так бранится на лобном, когда ей что-то не нравится, что даже супруг предпочитает краснеть и отводить взгляд в сторону. Что говорить про других? Но запугать Алину ей явно не удалось. Та уже выиграла в борьбе и явно способна в серьезной драке отвесить Юле пару оплеух. Продолжение будет. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.